Александра приходит на прививочную кампанию на самом ее старте. Говорит, что делает заветный укол каждый год и ни разу гриппом так и не заболела. Спасибо, ничего не больно, все хорошо. Сама процедура длится меньше минуты. На вопрос, зачем прививаться, Александра отвечает просто. Грипп, надо прививаться. Мы уже в возрасте, поэтому нужно прививку. Пенсионеры относятся к группе риска, говорят врачи. Также сюда входят люди, страдающие хроническими заболеваниями. В первую очередь сердечно-сосудистыми, бронхолегочными и с сахарным диабетом. Людей из группы риска должно быть привито не менее 70%. Поликлиника получила 15 тысяч доз вакцины против гриппа. Это примерно 35% от годовой потребности. По мере ее расходования будут получены оставшиеся партии вакцины. Для вакцинации 41 тысячи человек. Поликлинику поступило два вида вакцины против гриппа. Это флюем для вакцинации людей от 18 до 60 лет и совигрипп для всех возрастов. Человек приходит в поликлинику и, минуя регистратуру, проходит непосредственно к терапевту. После осмотра пациента отправляют в прививочный кабинет. Кроме этого, в поликлинике созданы и выездные прививочные бригады из участкового врача-терапевта и участковой медсестры. Мы прививаем сегодня детский сад 117-й. И сейчас, в данный момент, направляемся туда. Такие выездные прививки мы делаем один раз в год в прививочную компанию. Но есть у прививки от гриппа и противопоказания. Главное – это аллергическая реакция на ранее проведенную вакцинацию от гриппа. А если переболели простудными заболеваниями, то стоит подождать от двух до четырех недель перед прививкой. И самое важное – это согласие пациента. Ведь делать или нет прививку – личный выбор каждого. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».